Как использовать потенциал стран АТЭС для поиска новых путей экономического роста, обсуждают на Филиппинах. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества собрал в Маниле представители государств, на долю которых приходится почти половина всего оборота международной торговли. Отдельным пунктом вынесли обсуждение безопасности. Нашу страну на саммите представляет Дмитрий Медведев. Репортаж Натальи Юрьевой. Такую Манилу можно увидеть очень редко. Непривычного азиатского столпотворения ни километровых пробок. Таковы меры безопасности. Зону проведения саммита оцепили проезд только для членов делегаций и журналистов. Во всем городе закрыты школы. 18 и 19 ноября объявлены официальными выходными. На время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества закрыто даже воздушное пространство над Манилой. Отменены более 400 рейсов. Основная тема обсуждения представителей стран-участниц АТЭС, среди которых Дмитрий Медведев, Барак Обама, Синь Цзиньпинь, Синь Цзэабе. Конечно, экономика. Но в связи с последними трагическими событиями, многие выступления, в частности российского премьера, были посвящены в том числе и борьбе с терроризмом. Атаки, которые только что пережили и Россия, и Франция, затронули весь мир. Взрыв в российском самолёте над Синайским полуостровом, который унёс 224 жизни, массовое убийство людей в Париже – это не преступление против одной страны. Это преступление против всего мира. И противостоять террористам мы должны все вместе. И поэтому такие мероприятия, как саммит АТЭС, укрепляют наше взаимодействие во всех областях. О совместной работе говорит и девиз делового саммита «Вперёд в будущее! Лучше, сильнее, сплочённее». И потенциал для выполнения этих задач у форума, конечно, есть. Он объединяет 21 экономику мира, в том числе Россию, США, Китай, Японию, Австралию, Гонконг, Республику Корею, Сингапур. Это зона самого динамичного развития на планете. На долю участников АТЭС приходится 48% оборота международной торговли, более 70% запасов природных ресурсов. Выступая перед участниками форума, Дмитрий Медведев особо отметил увеличение объёмов нашего импорта в регионе. На страны АТЭС уже сейчас приходится более четверти российской внешней торговли. Также премьер назвал деловой саммит АТЭС барометром экономических и политических тенденций. Причём не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире. Важно, что экономики АТЭС во многом дополняют друг другу и по научной, и по экспериментальной базе, по кадровому и образовательному потенциалу, по опыту коммерциализации инновационных проектов. Совместное использование этих преимуществ, выход на практическое применение, позволяет нам обеспечить новое качество экономического развития в регионе. О своих впечатлениях от общения с инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона рассказал Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Мы видим значительный интерес от ведущих инвесторов, от индустриальных конгломератов к инвестициям совместно с Россией. И в рамках тех инвестициональных платформ, которые Российский фонд прямых инвестиций создал, мы видим, что, например, большой очень интерес к агросектору в России. Потому что девальвация рубля позволила российским агротоварам фактически стать одним из наиболее конкурентоспособных в мире. Обсуждали на форуме и Транстихоокеанское партнерство. В начале октября к соглашению о создании зоны свободной торговли пришли 12 стран, в том числе США, Япония, Австралия и Вьетнам. На саммите АТС глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал недавнее заявление главы Госдепа Джона Кэрри о возможности присоединения к альянсу России и Китая. Процесс это длительный. Я думаю, что Россия еще должна определить свое отношение к этому союзу. Ну и дальше развивать наш Евразийский экономический союз. Я думаю, это тот путь, по которому, кстати, уже около 40 стран выразили интерес присоединиться к этому, в том числе многие государства данного региона, в частности Вьетнам. Я думаю, что нам нужно двигаться по этому пути вперед. Несмотря на насыщенный график саммита, представителям стран удается поговорить из глазу на глаз. Российский премьер сегодня провел целый ряд встреч с премьер-министром Таиланда, президентами Вьетнама и Филиппин. Также у Дмитрия Медведева состоялся диалог с лидерами Тихоокеанского альянса. Мексики, Колумбии, Чили и Перу. Такой формат общения стал новинкой этого года. На торжественный ужин российский премьер, как и остальные представители стран-участниц азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, приехал в баронге легкой длинной рубахи, которую носят на выпуск. Переодеваться в национальную одежду – традиция саммита. Что обсуждали лидеры в неформальной обстановке, осталось за кадром. Наталья Юрьева, Роман Хроленко, Анатолий Тюркин и Павел Рудаков. Первый канал. Филиппины.